Всем привет! Мы пришли в китайский ресторан. Я сразу кинулась кушать, я не стала ждать. Ну, правильно. Как обычно, вы знаете, мы любим суши. Мы посушим. И всё. Так же смачно. Вышли посидеть на улице. Марина любит фотографировать. Кстати, да, сейчас. И никто меня не принуждает. Вот вам Марина. Да, конечно, если в бассейн мы пойдём. Там я не с моими габаритами. Марина, моргни пять раз, если ты в заложниках. И мы тебя заставляем. Ну, такое, ну, придумывают. На ходу придумывают, сочиняют. Я вообще в шоке просто. Хорошо, кстати. Пусть плачут все, кто... Нет, кому мы не достались, и пусть дохнет тот, кто нас не захотел. Хорошо, в китайском здесь вкусно всё. Молодцы. А то вот вкусно. Да, больше мне нравится, чем обычная еда. Не на что готовить. Ну да. Не, вот я смотрю, реально, мы пришли ровно в 17.30, а не все. Очередь огромная. На вторая, третья, что именно вовремя пришли. Ну, во-первых, пятница, да, люди... Много людей очень. Пятница, разворотница. Ну, любят поесть такую стрелу, если там наши зрители пишут, что мы много едим, так тут нормально. Ну, мы едим раз в день. Да. Ну, сегодня, да, так получилось. Ну, и дома я ем. Я тоже машинин разъезжаю. Я завтракаю, двоичка жарю с ветчинкой, и потом часа в четыре. И всё. Саватик. Может, с рыбкой, может, с куркой. Курка на украине, с куркой. Вчера была картоха, но это редкий случай. А так картошки не было целый месяц в холодильнике. Ты как ты мне говоришь, картошки нет? Ты два раза купила, а у меня там гора картошки купила. Три пакета или четыре? Ну, я думала, что нету. Есть. Ну, то я не есла. Одна белая, другая жёлтая. Третья не знаю, в кого цвет. Скоро для вас будет интересный контент, который пока что в секрете. А что послезавтра? А мы поедем уже. Будет убирашка. Уже гладим платье. Оденем тухли. Может, всё-таки что-то купим? Не надо ничего не купать, но лучше будем ездить. Будем ходить в спортивных. А это всё? Нет, я сама прям хочу купить. Это всё? Что ты хочешь купить? Из чужих. Ну, вот этот вот. Так она хочет в дровом в магазине. Ну, каком? Мы поедем долго ехать. Где мы будем там по Вессену ходить? Она сюда ещё не сказала. Что не хочет ездить сейчас? Что едем в Вессен? Или куда? Ну, мне тоже не хочется и очень хочется 5 часов ехать. Будь приятным и 6 часов дрова на душе. Потому что у нас потом будет 3 дня поездки. А я думала, что вы обидитесь, думаю, если скажу что-нибудь. А, мне сегодня прислала пенсионный фонд. Это... Кумак. Эгаль. Списаниной заниматься. Много, да? Причём, ну, зато здесь сказано, что не надо русские документы переводить. Просто копии оригиналов выслать. Ну, вот, да. Поэтому её ещё надо найти завтра трудовую книжку. Она где-то в зебрях второго этажа лежит. Да, волокита бумажная-то. А, здесь... Да. Полгода. Они считают, сколько денег хотят мне заплатить за мужа. Долгий процесс. Ну, что делать? Такая система. И кто-то рассказывает. Больше муж не нужен. Зачем? За него будут пенсию платить. И буду жить я. Не тужить? А я и так не тужу. Чё тужить-то? Жизнь одна, какая есть. Я живу так, как я хочу. Как я себе её... Вот это лучше всего. Спланировала. Не каждый может жить так, как он хочет. Вообще не каждый. Ну, да. Для этого нужно поднять свой агрегат. С дивана. Мы должны были завтра в Люксембург, да, ехать? Да. Ну вот, ну ничего, съездим ещё. Ещё съездим. Всё лето впереди, ещё съездим. Ну, в зависимости, когда курсы начнутся тоже. Ну, ничего. На выходные. Туда на выходные. Зачем? Обязательно в среде недели я уже тогда работать пойду. Ну да. Когда будут твои курсы. Марина, скоро день рождения. Уже. Через 12 дней. И я его буду встречать на острове. Вот так вот. На котором Голливуд очень часто снимает фильмы. Да. В моём любимом городе. А в каком, мы не скажем. Пока. Это секрет. Я пришлю вам фотки. Да, мы туда повставляем, вам покажем. Готовь. Грин. Рыба. Лосось. Три кусочки. Привет, коже, мальчики. А у Марина кенгуру. Уже съела. Ну, как. Жестковатая. Жестковатая. Что говорят? У меня рыба. Не, я бы такое никогда бы не рискнула. Попробовать не могу. Боишься? А ты? Я попробовала. Попробовала бы? Чё? Нас. Нет, в другом ресторане я ела ещё акулы. Я шучу, если что. Акула вкусная? Нет. Да тут же. А, Нас ты тоже ела. Я ела здесь. Твою акулу. Дядя сюда привозил. Бриллили. Солько не пробовали. Разных соусов. А, ну, шибер. А, ну, гавейдинка мягкая? А, это гавейдинка, да? Ну, какая-то плотковатая. У нас новый день. Едем в Гуссельдорфе. Наста всё-таки не успокоилась. Если хочет этот костюм. Вчера даже уже на сайте Зара нашла, из чего его делали. Там прям видео, как его делали. Как создавался этот костюм. С пластика, да. Не видела я, кстати, такое ещё никогда. Ну, это у нас на сайте нашла Зара. Интересно было посмотреть. Вот. Такое, вчера пришли домой где-то в 8.30. Объелись вкусного. Ну, раз в месяц можно, но очень хотелось ролл. Ну, по-моему, роллы, а как суши именно. Ну, суши, да, рис редко суши. Роллы это чуть другое. Вот. Ну, а так. Такое вот состояние, как приболёгши. Наверное, из-за мороженого. Не знаю, берёт горло. Кстати, а вот этот банан я хотела сносить, чтобы у нас уже... Ну, такое же или уже другое? Такое. Какое же? Ну, вкусное. Не хочу вкусное мороженое банановое. Угу. Пьё вот так, всё распирать. Да. Я тоже не... Это, надеюсь, что получится купить мне футболку. Может, и не одну футболку. Но, судя по погоде, даже не знаю, надо ли она мне. Чего холодно? Всё равно, конечно, надо, потому что погода такая... Если у меня прохладно, завтра может быть плюс 25. Ну, вот сегодня солнышко, но ветер холодный. Прям очень холодный ветер вообще. Потом пишут комментарии. Это не джинсы. Ну, это просто смешно. Это плотная джинсовая ткань. Джинсовая плотная ткань. Почему я вообще должна кому-то что-то доказывать? Думайте, так как вам удобно, понимаете? Я раз ответила одну. Вы непонимательны. На сайте даже написано, что это джинсы везде. Настя, ну ты понимаешь? Потом уже пишут, что это джинсы для беременных. Из-за того, что я типа поняла эти шнурочки. Меня они тоже раздражают, но... Мне понравился сам цвет. Понимаете или нет? Прикольный цвет. Прикольный цвет. Вот люди. Что с вами? Я не понимаю. Серьезно. Вообще не понимаю. В смысле обижаться? На кого обижаться? Не смешно обижаться. Потом вот это поняла, что пришокает. Писала комментарии после видео. Ее там так разнесло. А там такое, начала выписывать. Я просто отвлекалась. Мне писали. В общем, буду завершать видео, потому что мы в поезде. И я думаю, что шумно очень. Поэтому всем спасибо за просмотр. Вот вам Марина ответила, что никто ее не заставляет сниматься. Она чувствует себя комфортно. И все нормально. Поэтому не надумывайте лишнего. Вам хорошего настроения. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok